Под предводительством римского полководца, очень известного и вам в том числе Нерон, дошли практически до Дуная. И на высокой горе Нерон основал поселение, военный лагерь, изначально вокруг которого образовалось поселение, получившее название Нероберг. Вот на данный момент это поселение мы знаем под каким названием, это современный Нероберг, столица Франкони, также одного из городов, одного из округов Баварии. Бавария на 7 округов делится. Так что двигаемся мы по старым римским дорогам, на немецких автобанах нет ограничения скорости, оно не понятно. Именно немцы пускают такие замечательные машины, как BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen и так далее. И конечно, если поставили ограничения, их бы никто не понял. Но, естественно, они существуют. Вот сейчас мы будем снижать нашу скорость до 80 километров. То есть перед населенными пунктами в каких-то определенных местах, когда на данный момент более-менее резкий поворот, существуют ограничения, да, есть. В большинстве европейских стран на автомагистралях ограничения скорости существуют в Чехии 130, в каких-то странах 120, 140. Почему? Потому что не все автобаны, как в Германии, защищены от дичи. На протяжении всего немецкого автобана, если вы с правой стороны, вы видите сетчатый забор. Это отличный способ обезопасить движение. Крупная дичь бывает, конечно, да, но об этом опять-таки предупреждают водители. Иногда, видимо, лень, да, именно как бы в таком красном кружочке или квадратике предупреждают, да, о том, что могут эти крупные животные также выскочить на автобан. Но за редким исключением, это буквально форс-мажор, за редким исключением такое происходит в Чехии. И в других европейских странах не везде можно увидеть этот забор только в лесистых, самых лесистых частях. И поэтому, естественно, дичь становится причиной таких довольно серьезных ДТП на северо-западе Чехии. В частности, да, там, где большой процент покрытия лицов, где дичь водится просто видимо-невидимо. Конечно, очень часто ДТП происходит по вине животных, которые не только ночью, но и днем, да, выбегают на дорогу. Очень часто в Чехии видим по Дмитрии Косули, которые притаились в пустыках. Их тут, когда там проедет машина, чтобы перебежать на другую сторону. Ну и, конечно, попадать таким образом под колеса проезжающего транспорта. Так, друзья мои, Дунай мы с вами сейчас будем пересекать. Под нами протекает голубой Дунай, ну, являлся когда-то естественной такой защитой, природной границей Галии, да. То есть вот именно сюда до Дуная доходят римские легионеры. С левой стороны город Регенсбург, да, по которому, как я уже и говорила, мы с вами сегодня обязательно прогуляемся. Ну, посмотрев DVD уже после того, как позавтракаем, да. Буквально в пяти километрах от Регенсбурга, от полу, уже город Пентлинг, за правочной станцией которого предстоит нам сейчас остановиться и позавтракать. В Пентлинге в свое время родился один из папринских, Бенедитт XVI. Но как только он почувствовал недомогание, заболевство, не мог справляться, хоть и помощников много, но тем не менее, такой человек очень непорядочный, почувствовал подход болезни, да. И он решил идти в отставку. И на данный момент, это вообще очень редкий случай, на данный момент во главе Римско-католической церкви Папа Францис. Как только Бенедикта XVI объявили, уроженцы Пентлинга, объявили Папа Римский, то, конечно, не только жители того же Пентлинга или соседнего Регенсбурга, но и вся Бавария воскликнула дырзом Папа, мы есть Папа.